Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, новогодняя студия. Наши программы продолжают свою работу. Говорим о прекрасном, об искусстве. Тем более, что, по-моему, у нас всегда в это новогоднее время появляются всевозможные дуэты. Один из этих дуэтов сегодня в студии – это Елена Матюшина, сооснователь проекта «Реверберация», член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, и Евгений Жуляев, академик Международной академии культуры и искусства. Это тоже сооснователь проекта «Реверберация». Будем говорить и об этом проекте, и о многих других творческих планах. Здравствуйте! Здравствуйте! С Новым годом! С новым счастьем! Да, с новым творческим годом! С Новым годом! Вы, кстати, вот такой вопрос. Как Новый год вообще встречаете? Сейчас же такой популярный вопрос. Раньше все куда-то уезжали. Как у вас? Традиции есть какие-то? У меня традиции... Мне обязательно надо присутствовать у родителей. Обязательно их надо навестить, потому что праздник семейный. Вот. Они уже очень, ну, как люди немолодые, скажем, так зрелые, да. Им очень важно внимание, очень важно именно, чтобы этот момент был такой семейный и праздничный. То есть традиционный в хорошем смысле этого слова. Да, с салатом оливье и шампанским. А, вот он прекрасно. Евгения, у вас как? То же самое, да. То есть традиционно у родителей, да, все время уже много лет. Ну, редко, когда уезжаю куда-то, но если уезжаю только в командировку, да, бывало такое, а так у родителей дома... Понятно. Ну, и говорить мы будем о проектах, о тех, которые были в 22-м году. Год такой сложный. Ну, скажем, начиная с пандемии у нас все года так немножко выстраивается, такую сложную. Но, тем не менее, сложные годы, они же для творчества очень такие, да, дают какие-то новые, я бы даже сказал, симптомы, даже какие-то чувствуют. Вот. Давайте сначала расскажем о том, что происходит сейчас, когда, куда могут люберчане прийти и посмотреть. Вы знаете, у нас прошлый год вообще ознаменовался люберцами. В начале года мы делали старт нашего очень крупного всероссийского проекта, второго тура «Деревянное изучество в люберцах». Вот. И сейчас это уже третий тур, успешно едет выставка. И в конце года, в декабре месяце, сделали старт еще одного всероссийского проекта, и тоже тура. Это арт-проект уже теперь «Города и люди». Я так понимаю, что эта площадка, люберецкая площадка, она как бы начало, это первое, да? Да. Это старт, да, старт двух крупных проектов. А почему мы на люберцы выбрали в качестве стартовой площадки? Знаете, нам здесь нравится, то есть очень хорошо. Замечательный зал, да, очень душевные люди. И когда мы выбирали с Еленой, да, откуда стартовать, ну, вот, как-то даже не сговариваясь, да, решили, вот, стартанем из люберец. Ну, и потом мы же понимаем, что всегда, ну, я так думаю, может быть, я не прав, когда что-либо люди показывают, картины, фотографии, скульптуры, инсталляции сейчас есть такое слово, все остальное так можно назвать, да, инсталляции. Вы же еще опробируете, наверное, ну, приходят люди, смотрят, что-то, может быть, по-другому перевесить, картину или фото слева и направо и так далее. Это же тоже, наверное, да? Вы немножко подсматриваете за тем, как идет работа выставки? Конечно, и нам очень любопытна реакция зрителей, потому что у нас выставки едут в турах, мы показываем впоследствии в других городах, и вот уже совсем скоро города и люди у нас переезжают в Дмитров, вот буквально в феврале месяце, да, потом они у нас едут дальше по России, и, конечно же, нам очень интересно мнение зрителей послушать. А бывает у вас так, как вот у режиссера в театре, вот они, например, репетируют с актерами, и какое-то смешное место, и вот 100% все уверены, что вот именно здесь зрители будут смеяться, аплодировать, ну, будет восторг. Идет спектакль, и никто в этом месте почему-то не смеется. Я к чему? Вот бывают такие, например, произведения, которые вы выбрали, которые у вас принимают участие в выставке, которые вы считаете, ну, какими-то гениальными, а на самом деле зритель не очень хорошо воспринимает. И наоборот, например, наверняка есть произведения, чтобы никого не обидеть, произведения, которые, ну, на ваш взгляд, ну, пусть будет, но как бы вот что-то вам кажется недоточным, и говорит, ну, достойно выставки. И тут вдруг почему-то, ну, почему-то. Да. Ну, у нас две истории, да? Давайте расскажем. Очень интересные есть. Ну, во-первых, мы с Евгением всегда с большим интересом относимся к неким экспериментам, в которые идут наши авторы, потому что мы понимаем, что человек творческий, ему надо себя пробовать. Человек, может быть, попробовал себя хорошо в классической фотографии, там, в портретной, еще что-то, еще что-то, ему хочется, ну, прям хочется уже каких-то экспериментов. Но эксперименты эти идут, знаете, не из цикла, я там сделал, прошел три мастер-класса и научился что-то делать. А когда эксперимент, он уже такой, как хороший коньяк, он выдержанный, он рождается у человека, он отражает действительно там очень глубина позиции. Я вот тут должен рассказать, чрезмерное употребление опасно для вашего здоровья. И человек приносит с таким трепетным уволгением, потому что, например, вы знали, как классического фотографа, он показывает какие-то более экспериментальные работы. И нам, например, с Евгением очень понравилось. У нас был прекрасный питерский автор, который есть, еще ряд авторов. И нам прям интересно, прям кажется, что, ну, прям, нам все время хочется, знаете, куда этих сподвигнуть на какие-то новые эксперименты. Мы вывешиваем эту работу и прям ждем, что вот сейчас вот прям... Ну, все ах, да, вот это самое лучшее. Все останавливаются, аплодируют. Ну, не аплодируют, но хотя бы будет беседа, реакция, интерес. И у нас происходит ах, ну, не всегда такой, который мы ожидаем. Вот, ну, тоже очень интересно, и тоже много бесед, рассуждений, мнений. Вот мы, конечно, с Евгением всегда это учитываем, потому что мы стараемся и темы для выставок подбирать, конечно, для развития авторов, чтобы им тоже было интересно куда-то двигаться и что-то делать. Ну, вот такие у нас есть. Ну, какие-то нестандартные вещи, да, чтобы автор мог задуматься, да, то есть и подумать, во-первых, да, поискать что-то, но не просто. Ну, для него это тоже важно, да? Конечно, это развитие, да. Студенты у меня там делают всякие фильмы, сюжеты и так далее. Вот иногда ставишь какую-то задачу, вот они снимают, потом мы обсуждаем, то есть они не говорят, что они имели в виду. Ну, когда репортаж, понятно, это более-менее новостно. А когда уже что-то ближе к документальной истории, и вот они слушают, что говорят другие, и говорят, да я даже не знал, что я такое снял, я даже не представлял, что такое, да? То есть тут же ещё важно, что человек видит, вот знаменитый чёрный квадрат, который есть и красный, и белый, да, какой угодно, да, можно. Там же каждый видит то, что он хочет видеть, правильно? Конечно. Конечно, так, наверное, и фотографии. Другое дело, что прежде всего, наверное, это, и мы тут переходим уже к вашим авторам, о которых вы сейчас расскажете, прежде всего это же взгляд человека, именно фотографа, именно он это видит, вот, когда вы смотрите на работу, что важнее, сама, ну, скажем, композиция или какой-то философский смысл? То есть техника или то, что несёт эта работа? Скорее всего, что несёт работа, да, с техникой сейчас, я так понимаю, проблем-то сильных ни у кого нет, да, и это достаточно хорошо. И телефоны, и фотоаппарат делают достаточно хорошие качественные фотографии. Их много. Их просто, да, вот, если посмотреть в сети, это миллионы работ выкладываются, укладываются. И здесь-то как раз надо понять, чтобы автор, да, смог выразить какие-то чувства. То есть человек, когда смотрит на картину, да, его должно что-то тронуть. То есть она должна быть всё равно живая. Она должна быть живая, да, она должна что-то нести или остановить, какие-то эмоции, чувства выразить, вот, что-то затронуть, какие-то глубинные чувства. Вот тогда фотография удалась. Ну, а бывает иногда просто красивая картинка, ну, да, посмотри. Такой футаж, как сейчас называется. Ну, картинка, да, ну, красиво, да, и всё. А души нет. То есть вроде бы та же бабочка, но не живая какая-то. Вот вы сказали сейчас интересное такое слово – интернет. И действительно, я думаю, что у многих наших телезрителей люди куда-то поехали. Да, вот Новый год в Люберцах снимали, там, я не знаю, кто как запускал фейерверки или ещё что-то. И сотни фотографий, ну, раз, 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 вот они лежат в этих папках, некоторые их и не разбирают. То есть сегодня, конечно, это не то время, когда там, значит, 36 кадров или сколько, 32 кадров? 36, я ещё помню. 36 кадров – стандартная пленка. Ты не уверен, во-первых, вся пленка может не получиться, или получи за что-то, или именно тот единственный снимок может именно тут не получиться, проявлять это и так далее. Сегодня в интернете много всего, но всё равно мы видим творческий подход и нетворческий. Так вот в чём вопрос. Это талант видеть по-другому? Это дар видеть. То есть это вски видеть или понимать? Это видеть, это чувствование. Скорее всего видеть, да. Это чувствование. Потому что мы очень часто наблюдаем ситуацию, если продолжить наш с вами разговор, когда вроде смотришь, ну, фотография приятная, достаточно простая, ну, всё правильно, композиционно и хорошо выполнено, мы её берём на выставку, не ожидаем от неё, ну, прямо вау-реакция. И вдруг оказывается, что именно около этой фотографии собираются зрители, именно её потом просят выкупить. Именно её не хватает. Именно человеку не хватает какого-то ощущения, какого-то чувствования, которое было автором схвачено и передано. И даже иногда, может быть, автор, кстати, и не понимает этого, что он схватил. Ну, понаичь, как правило, не понимает. Не понимает автор сам, не умеет отбирать фотографии. Это я уже как фотограф говорю, да. Потому что выкладываю на конкурс или ещё что. Когда я отбираю сам, ну, фактически мимо всегда. Если отбирает кто-то другого, у меня всегда какой-то результат. То есть мы сами, это очень много эмоционального, да. Мы смотрим на фотографии, видим эмоции, чувства, которые они были. Зрители не всегда это видят, а может быть, там их нет. Ну, это, наверное, нужно такой профессиональный отбор, даже если во время профессионального отбора, ну, что-то и не достигнет цели. Да, ни на одном, на этом фестивале, так на другом, может быть, избирать. То есть если человек захочет, он рано или поздно свою фотографию-то продвинет. Кстати, во второй части расскажете нам нашего разговора, как вообще можно попасть-то на выставку. Вдруг у нас, может быть, здесь сейчас какой-нибудь фотографический герой в Люберцах живёт, что потом все будут просить эту фотографию. Но вернёмся всё-таки к авторам. Вот как эти авторы, это постоянные авторы, или вот тоже проходят через какой-то, присылают, где-то вас находят? Наверняка же какой-то есть постоянный подход. Конечно. Ну, во-первых, у нас проект существует с 2018 года. Уже пятый год, получается. Пятый год, да. У нас уже достаточно большой костяк авторов, и мы вырастили, как мы говорим, между собой уже не одно поколение фотографов. Потому что сначала начинашки, которые приходят, пугаются, волнуются, не могут войти в первый раз на выставку, потому что это очень переживательно увидеть работу на выставке, в музее. Но при этом чувствуют себя гениями внутри обязательно. Знаете, большинство пока чувствует себя испуганными детьми. Они пока испуганными детьми. Совершенно испуганными детьми. Да, это потом уже придет. И у нас были ситуации, нам приходилось выводить, выходить и приводить буквально за руку первых авторов, которые начинали. Потом уже автор развивается, он находит какое-то свое направление, в которое у него наиболее удачные работы. Вот кто-то начинает пробовать еще где-то, еще в каких-то проектах. Но, тем не менее, есть основной костяк, есть постоянно пополняющийся, скажем так, пул авторов. И мы всегда говорим, что несмотря на то, что мы проект уже некоторое время существующий, у нас очень сильные авторы, которые экспонируются, имеют опыт представления о музеях, мы всегда очень открыты к появлению новых авторов. Вот Евгений очень много времени тратит на общение с ними, чтобы они вошли в процесс, определились, как и что. Ну, вот как раз у нас сейчас будет начало второй части. Евгений, у меня один только вопрос. А кто из вас последний ставит эту птичку? Берем. Мы вдвоем, то есть отбор. То есть у нас существует... А как вдвоем можно проголосовать? Ну, находим мы как-то общий язык до сих пор в этом проекте. Нет, у нас существует, там механизм какой-то, есть жюри профессиональная, которая делает предварительный отбор. Ну, а финишный отбор, мы с ней садимся, и вот несколько часов все это компонуется, делается. И в конечном итоге мы всегда, вот сколько было выставок, а их больше 200 уже за все это время, ну, в общем, у нас не раз такие жесткие... Наработанными. Жестких разногласий не было, но были, конечно, споры, да, то есть как бы где-то там она настаивала, где-то я, и шли на компромисс. Ну, немножко можно придавить. Ну, нам удалось сделать два проекта, я просто хотела сказать, в котором нам с Женей удалось избежать голосования. Это был фестиваль, на котором у нас решение принимало исключительно высокое жюри. И фото-баттл, на котором голосовали исключительно зрители. И в этот момент мы отдыхали. Да, мы, да, не касаясь ничего, то есть это вот как отголосовало жюри, либо сами зрители. Хорошо. Ну, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, а после этого все-таки расскажем, как новичкам пора делать, может быть, такой трудный, сложный путь, но благодаря вам он станет чуть-чуть легче. Через некоторое время вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня сооснователи проекта «Реверберация», член-корреспондент Международной академии культуры и искусства Елена Матюшина и академик этой же Международной академии культуры и искусства Евгений Желяев. Итак, как же происходит, вернее, как попасть, что нужно сделать, и вдруг кто-то сейчас с дрожащими руками уже готов выбрать фотографию, он считает, что она не гениальная, но хорошая, достойна конкурса. Надо внимательно прочитать описание конкурса. Так, это у вас есть сайт, да? Да, у нас есть соцсети. Мы всегда очень подробно описываем, что мы хотим, какая концепция выставки, даем всевозможные сигналы, знаки, посылы. Чего надо, чего не надо. Да, красивые описания, лирические, романтические, в общем, всячески пытаемся подтолкнуть автора к некому, ну, с нами созвучию. Вот, ну и вот после этого мы начинаем получать работы. То есть, правильно я понимаю, что все-таки вы отталкиваетесь от самой тематики выставки, потому что, ну, можно, говорит, пришлить нам все фотоработы, ну, вот и шлют. Кто степь, кто море, кто Ивазовского, а кто там баталитисы, эти военные, скажем так, боевые сцены батальных живописцев. Я имею в виду, я о живописи говорю. И когда тема определена, тогда наступает период уже присылания работ, да? Ну, там как, во-первых, да, у каждого автора, у фотографа, живописца есть свой стиль. Вы правильно, да, сказали? То есть здесь вот, поэтому на смотреть тематика, первое, на смотреть тематику. Есть у него работы на эту, под эту тематику, либо нету, да. Второе, вот очень такой совет, вот прям внимательно и не один раз прочитайте описание. То есть что же от вас так аккуратно? Я смотрю, прямо очень внимательно нам уделяют на то, что внимательно. Потому что столько чудес бывает, то есть не прочитав, не сделав. То есть вот любой успех вообще любого конкурса, выставки, это первое, прочтите, наконец-то. Ну, вообще спокойно надо подойти к этому, да? Если у тебя есть работы, ты внимательно прочтешь. И если тебе, ну, вернее, либо ты не подходишь, как думаешь ты, либо тебе не подходит. Такой же вариант тоже не исключен, да? Ну, на каком-то этапе, тогда ищешь другой конкурс. А если подходит дальше, что происходит? Что надо обязательно пробовать, да? То есть мы даем в описании, да, сколько количество работ прислать для отбора, чтобы жюри отобрало для выставки. Люди присылают, ну и, соответственно, дальше вот процесс идет. То, что иногда авторы бывают, обижаются. Вот у меня хорошая работа, ее не взяли. Ну, это понятно. Здесь ситуация такая, ведь выставка отбирается в комплексе. То есть она может быть шикарная работа, одиночная, да? Но вот в комплексе, когда все это вот вместе... Ведь на самом деле, вот очень хорошее сравнение было. Ведь кураторская группа, когда делает выставку, на самом деле это произведение искусства. То есть выставка – это такое же произведение искусства законченное, но собрано из мозаики, вот из разных авторов. И, соответственно, вот это произведение собирается. Работа может подойти, может нет, да? Может вписаться, может не вписаться. Знаете, вот даже как фильм, когда он монтируется, художественный, документальный, ну, любой проект. Вот есть кусочек такой, ну, просто шикарный. Но ты понимаешь, либо мы оставляем один этот кусочек и под него снимаем новый фильм, либо мы его должны вырезать, и просто, ну, вот не идет он. Да, это такая история. Кстати, вы сказали хорошую фразу. Здесь же все-таки некая еще человеческая составляющая присутствует. А как вот обижаются? Ну, как вот убедить человека, что вы талантливы, все? Ну, как-то пока еще не того. Ну, мы очень много разговариваем с авторами. Действительно, много разговариваем. И иногда у нас бывает ситуация, вот как раз, как мы им говорим, что автор, к сожалению, сделал ставку на одну работу. Ну, к примеру, он снял потрясающий вид, потрясающий пейзаж Сити. Ага. И прислал. И он прямо вот идеально попал в Сити. Он все вложил туда. Он все вложил. Он прислал нам одну работу, может быть, две или три, но очевидно, что ставка была на эту фотографию. И параллельно пришло еще с десяток Сити, сделанных еще более профессиональными авторами, с каких-то потрясающих ракурсов закрытых. Каждый из которых, опять же, считает, что... Вот. И он автоматически как бы вот это вот не тянет. Вот. Поэтому мы всегда с автором разговариваем. Если к нам поступили работы, особенно если это начинающий автор, и мы понимаем, что он может, но он, ну, вот он сейчас проиграет. Он не сможет показать себя в России красивее. Как правило, мы связываемся с автором, потому что мы просим контакты, и мы начинаем с ним разговаривать. Иногда бывает, человек не очень понял тему, иногда бывает, поспешил, отправил в последний момент, как мы все это любим, у нас за пять минут до окончания приема конкурса взрывается, просто падает интернет, как правило. Вот. А может быть, поспешил, может быть, не понял, может быть, не подумал, еще что-то такое. Мы разговариваем. Если мы понимаем, что у него, ну, есть что, вот, то, конечно, ему дается там буквально, ну, день-два, пока мы работаем с другими авторами, шпон все-таки выступил. Мы стараемся автора довести до представления на выставке. Все-таки шпон не испугался, не бросил это дело. Ну да, все равно рано или по-то, если человек захочет, ну, тут же тоже есть несколько людей. Есть талантливые, но которых надо пинка дать. Есть хорошие, но и которые готовы с утра до вечера участвовать, но не наша история. А третьи – это те, которые вот могут выстрелить, могут не выстрелить. Тут уже зависит, прежде всего, от кураторов, да, которые как-то подведут к этому. Вообще, куратор на любой выставке, ну, в картинах и так далее, ну, некоторые думают, что это за люди такие, которые там, куратор выставки написано, да? А это очень важный момент. И вот тут вопрос, Евгений, к вам, наверное, как человеку тоже, как вы же, как профессиональный фотограф, рассматриваете, да, эту историю. Вот, бывает же такой момент, ну, я не знаю, как это сможем сформулировать, когда вы понимаете, что фотография классная, хорошая, а вы её не даёте ей дорогу, потому что она слишком хорошая. Может быть, такой вариант? Внутренняя, творческая, как это называется? Такой, Сальери маленький. Работает, нет? Нет, я поабстрагируюсь от этого. А как поабстрагируешься? Ну, Елена мне не даст это сделать. А я ему не дам это сделать. Вот, нет, у меня нету ревности, то есть, на самом деле, очень хорошо. То есть, когда вот сильный, хороший автор, я же тоже учусь. Мне поэтому это как раз, наоборот, интереснее. Чем сильнее авторы, сильнее выставка. То есть, эта выставка ещё позволяет авторам, которые приходят на неё... Это даёт колоссальная различия автора. То есть, надо всё-таки действовать, но мы же как, мы собираем, да, у нас получается и сильно авторы есть, авторы послабее, да, и вот те, кто послабее, они же видят выставку, ну, как они, да, им надо подтягиваться, держать марку, уровень, да, и, соответственно, они стремятся там... Потому что были моменты, когда первые мы начинали делать выставки, ну, откровенно, присылали халтурные работы. Просто, притом я знал, что автор может более сильные сделать. А, даже так. Ну, это самое начало проекта было и так далее. Сейчас вас уже не проведёшь, да. Сейчас, нет, сейчас там. И авторы подтягиваются, и вот, и новичкам не боятся, да, то есть, в любом случае присылать то, что в силу многих есть хорошие работы. Просто нужно дать возможность выбора, опять же, кураторам, да. Ну, и, соответственно, если нам интересно, да, вот смотрим, человек может, да, но что-то не тянет. Всегда, то есть, мы делаем, мы смотрим все эти, да, смотрим, что он выкладывает, какие работы. И зачастую просто советуем, то есть, буквально вот эту работу, да, пришли. Вот такой тоже происходит. Да, ну, вот тут возникает ещё такой момент, уже к Елене вопрос. И, кстати, такой академический, может быть, вопрос, потому что, ну, всё-таки мы рассматриваем сейчас фотографию, разговорить с вами, как искусство. Если мы на некоторое время об этом забудем, хотя бы на время, мы понимаем, что сегодня фотография, она настолько пронизана, то есть, вот эти все себяшечки, да, да, то есть, ну, и движущееся фото, потому что не всё, наверное, можно назвать видео, есть моменты, где движущееся фото, наверное, скорее похоже. То есть, огромное количество фотографируется всё подряд, вся наша жизнь. Мне кажется, что сегодня можно делать слепок такого дня, если куда-то вот всё выбросить, это со всего мира, да, какая-то такая клоака. То есть, то, что раньше вот по крупицам делалось, сегодня это ежедневный процесс, люди постоянно что-то фотографируют. Насколько вот автор-фотограф отличается от обычного человека? Вот мы говорили уже о философской составляющей. Он что, по-другому видит? У него по-другому мозги. Вот один видит шарик так, а другой понимает, что если я этот шарик сниму так, а тот красный будет мне виден, он мне важнее, чем тот, который впереди. Как это работает? Чем отличаются ваши фотографы от простых людей? Ну, они тоже, прежде всего, простые люди. Так, то есть, может попасть в простой человек? Конечно, я думаю, я практически уверена, что их есть и простые фотографии. Ну, просто когда автор уже выстраивает себя как автора, когда он уже определяется, что он хочет показывать свою работу на выставках, он уже начинает понимать, в каком жанре у него лучше, в каком он слабее, какие темы ему интереснее. В чем он может профессионал? Да, 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 конечно, конечно. Он уже действительно видит по-другому, он думает по-другому, у него другой подход ко всему, другой подход, потому что вот я тут обмолвилась, что это колоссальный опыт участия в коллективной выставке. Действительно так, потому что не всегда автор может вживую поговорить с каким-то более сильным фотографом, например, или с более сильным художником. Но у нас на выставках мы стараемся придерживаться такой очень дружеской, спокойной, клубной, теплой атмосферы. Почему фото до сих пор такое, как всегда, новое? А это как вот и с книгами, да, ведь на самом деле до сих пор, вот сейчас вот, да, приятно взять в руки книгу. И когда ты вот, да, фотографируешь, 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 а потом берешь отпечаток фотографии, чувства эмоций совершенно другие. И кто это испытал, это понимает очень хорошо. И те, кто сейчас пытается снимать на пленочные камеры старые, возвращается. Это великолепная глубина, зерно дает вот, ну, вот, само контраст, резкость, все это. Поэтому возвращение к этому, да, то есть как к искусству, да, ведь у нас во всех заложен какой-то элемент, мы все вот как к искусству. Да, что-то нам хочется. Вот хохох, да. И поэтому здесь вот... Деваться некуда. Когда смотришь просто, я говорю, живые фотографии, да, живые, это совершенно другое. Вот берешь отпечаток в руки и смотришь на экране. Это разные чувства. Хорошо, да. И кто-то его, ну, большинство это испытало. И хочется повесить его куда-нибудь на... Повесить, смотреть, перебирать, листать альбомы, да. И это чувство возникает, и это не, да, не движущаяся картинка, это как раз вот воспоминания, эмоции. Ну, должен сказать, что мы с вами замечательно справились с новогодним погружением в фотомир. Я попрошу сейчас Елену напомнить еще раз, до какого января выставка продолжается, где и что нужно для того, чтобы попасть на вашу выставку. Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы, Всероссийский арт-проект «Города и люди» по 29 января. Дорогие друзья, приходите, мы будем очень рады попасть, попасть как в соответствии с расписанием работы. Ну, а теперь с Новым годом ваше поздравление. Вот у нас есть специальная камера, пожалуйста. Дорогие друзья, у нас наступил новый чудесный 2023 год. Я думаю, что было сказано масса пожеланий. Я от всей души желаю, чтобы Новый год стал у вас добрым, веселым, чтобы он оправдал ваши ожидания и ваши надежды реализовались, чтобы все, что было задумано, исполнилось. А самое главное, чтобы вы были счастливы и побольше улыбались. Дорогие друзья, с наступившим Новым годом! Пусть этот год будет для вас замечательным, добрым, хорошим. С Новым годом! С Новым годом! Это была программа «Открытый диалог», в которой принимали участие с основателями проекта «Реверберация» Елена Матюшина, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства и академик этой академии Евгений Владимирович Желяев и Елена Викторовна. Большое вам спасибо! Успеха вашей фото-выставки, потому что вы следите за мгновениями. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин